В течение этого года самарцы могут бесплатно заменить социальные транспортные карты на карту жителя Самарской области. Для этого необходимо обратиться в банки-партнеры проекта, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Со следующего года действующие социальные карты будут заблокированы, а ежемесячные бесплатные поездки в общественном транспорте будут начисляться на карту жителя. Об оформлении стоит побеспокоиться заранее, поскольку выпуск может занимать от 14 дней, а перейти на карту жителя должны около 400 тысяч льготников. Те, кто до 1 января этого года еще не оформил социальную карту, перед подачей заявки на карту жителя Самарской области с льготным транспортным приложением необходимо подтвердить право на льготу в учреждениях социальной защиты населения по месту регистрации. После получения карты жителя блокировка социальной карты происходит с 1 числа следующего месяца. При рождении близнецов родителям предоставляется единовременная выплата. За оформлением одному из родителей нужно обратиться в МФЦ. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28, информирует администрация железнодорожного района города. 18 января в Доме офицеров Самарского гарнизона пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню образования Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации. В 16.00 состоится праздничный концерт Большого сводного военного оркестра Самарского и Тотского гарнизонов с участием лучших музыкантов и солистов Самарской государственной филармонии, концертного духового оркестра, студентов музыкального училища и Самарского государственного института культуры. Вход на концерт свободный, пишет телеграм-канал администрации Ленинского района.